Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ «Новости Анапы. Регион» в студии Ирины Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Пляж-пляж рознь. Муниципальный заметно отличается от арендованных. Почувствуйте разницу. Ремонт дорог в самом разгаре. На субботник всем двором. Сегодня на общегородском планерном свечании состоялся принципиальный разговор о том, насколько важны взаимодействия между ответственными службами. Все они должны работать на одну цель – благополучие анапчан, убежден глава курорта Сергей Сергеев. Первый заместитель главы города Светлана Яровая пригласила к участию в общественных слушаниях. 20 июля у нас состоятся общественные слушания по проекту восстановления пляжной территории. В этих слушаниях примут участие экологи, разработчики проекта. Состоится в ДК «Родина» в 15 часов. Глава города обратил внимание, что надо обязательно это осветить в прессе. Хотя бы послушать, для чего выделяются средства. Каким образом все это будет. Сколько вариантов мы уже рассмотрели. Оказывается, песок с бухты намывать на берег нельзя. А на общане знаете почему? По структуре он другой, он пыльный. Готовится встреча с председателями домовых и квартальных комитетов. Готовлю встречу с ТОСами, я имею в виду координаторами ТОСов. И, значит, Наталья Александровна, поднимаете перечень поручений, заявлений, которые поступали к нам в администрацию на исполнение. Данный перечень утвержден главой города. Делаем анализ, встречаемся, слушаем, возможно, новые какие-то накопились у нас уже, чаяния. И следом, если не возражаетесь, Сергей Павлович, надо провести такую встречу с начальниками управления отделов. Выступление заместителя главы Людмилы Терещенко прозвучали конкретные адреса, где вопиющая антисанитария. Столовая на улице Ивана Голубца, кафе «Домашняя кухня» в детском парке, столовая на улице «Морской-15» в ДЖМТ. У нас без конца ежедневные выходы на наши сотрудники, проверяют, но мне хотелось бы обратить внимание на это Роспотребнадзора. И те, которые касаются Роспотребнадзора, я попрошу средства массовой информации дописать от моего имени, если будете освещать это все, что прошу считать это официальным заявлением. Вот эти все факты угрожают здоровью и безопасности населения и наших гостей. В продолжение темы зашел разговор о межведомственной комиссии, которая эффективно работала в период межсезонья, однако летом не собиралась ни разу. Сотрудники Роспотребнадзора готовы работать в составе мобильных групп. Начальник отдела МВД Анрия Терехин также подтвердил, что содействие полиции будет всесторонним. Разговор мне понравился, честно. Не потому, что я люблю конфликты, я их очень не люблю, честно скажу. Но это конфликты рабочие. И сегодня надо найти точки соприкосновения. В конечном итоге от нашей работы зависит комфортность проживания и благополучие, я не боюсь этого слова, действительно благополучие населения на территории города-курорта. Кто хочет, тот ищет возможность. Кто не хочет, тот ищет причины. Центральный пляж Анапы утопает в горах водорослей, источающих сногсшибательный запах сероводорода. Арендаторы пляжа разводят руками. А что сделаешь? Комку приносят течением. Отдыхающие тем временем с возмущением бегут с так называемого лечебного пляжа, туда, где убирается и можно купаться. Мы на муниципальном пляже. Поиграть в пляжный волейбол, понежиться на чистом песочке и выслушать небольшую лекцию администрации пляжа о том, что чистота – дело каждого из нас. Просит вас соблюдать чистоту на пляже. Не бросать на песок бытовой мусор, пищевые отходы. Опускайте все в урны, специально для этого предназначенные. Сегодня ночью море опять преподнесло неприятный сюрприз – большой выброс комки. Всю ночь работала техника МУПАКО. Уборка не прошла даром. Берег, конечно, не идеальный, но видно, что люди работали. Выброс комки – это беда каждый год, каждый сезон. У нас работает техника, вы видите. Днем мы ее вытаскиваем на берег, она у нас просыхает. А в ночное время мы ее погрузчиком вывозим на свалку. Каждую ночь по 200-300 тонн водорослей вывозятся за пределы пляжа. Трактор работает и днем. Огородили зону массового выброса и выгребают комку из воды. Тут же сотрудники муниципального предприятия собирают бытовые отходы. По 20 тонн за день вывозят на свалку. Но стоит немного пройти по берегу в сторону арендованных предпринимателями территорий и почувствуйте, что называется разницу. Упадок шаг за шагом. Сначала зеленая каша в воде, а затем горы зловонных водорослей на берегу. Лечебный пляж в аренде участников. Я уже сегодня задала вопрос администратору. Администратору ничего? Ну вот здесь вот где я беру лежаки. И что они вам ответили? Ничего, они сказали, что это не их работа. Тут раз, почистить. Если бы вот каждый куском бы почистил и вместе с городским муниципальным вот такого бардака не было. Орудия труда валяются тут же на берегу. Работать в такую жару, солнечный удар зарабатывать. Но отдыхающим будет, что показать друзьям. Фотография на память и впечатление об Анапе сформировано. Наконец, увидели оживление. Несколько человек убирают берег. Оказалось, не выдержали спасателя с поста. Вы сами по себе? А что, собственники этих пляжей не собираются убирать пляж? Не в курсе. Убирать некому, а торговать протухшей рыбой и рисовать стату сколько угодно. Те, кто предлагает сомнительные услуги, о правилах и законах не в курсе. Может, вы расскажете нам, как вы храните свою рыбу, которую здесь пытаетесь продать людям? Куда вы бежите-то? А медицинская книжка о том, что вы можете сделать тату и ничем не заразите детей или взрослых? Есть? Нет, этого не требовались. Мы нашли представителей арендаторов центрального пляжа. Открывать свое лицо и называть имя он не пожелал. Но объясниться анонимно все же решил. Объяснение, почему такая грязь на пляже – простое. Не мы такие, жизнь такая. И вообще это не к нам. Вот эта тина была на речке Анапки. На речке Анапки? На речке Анапки эта тина вся была. Потому что в субботу у нас был чистый пляж. Это проблема вообще города. Вот давайте вопрос поставим в город. Вы не цепала виноватой, да, что к вам пришла тина. Так получилось? Я не хочу говорить, кто виноват. Отдыхающие тем временем солидарны с городскими властями, намеревающимися расторгнуть договорные отношения с такими горе-хозяевами. Они же сдают, как вы считаете? Деньги за это люди платят, они малые платят. Но должны быть какие-то… Если вот у меня у клиентов есть магазин, рядышком территория, она убирается. И не дай бог там, не будут цветочки посажены или снег не убран. А здесь какая? Такая же ситуация. Должны быть штрафные санкции, они обязаны отвечать. В воздухе пахнет цветущими розами и свежим асфальтом. И для горожан это означает одно – в городе ремонтируют дороги. Свежее асфальтовое покрытие в районе автовокзала на улице Красноармейской выполнено ровно по всей ширине проезжей части. Наконец-то привели в порядок люки-ливневки. А еще совсем недавно улица представляла собой зрелище, неприглядное и недопустимое для курорта. Вот это вот, со всеми вот этими обрывами. Смотрите, как асфальт он. Там обломился, там обломился. Это что, будет вот так заасфальтировано? У себя дома пусть он так козырян асфальтирует. Вместе с подрядчиком. Глава города терпеть такое халатное отношение к курорту не стал и обязал подрядчиков привезти дорогу в надлежащий вид. И вместо заплаток и неровных стыков – ровное покрытие, как и должно быть. Очень хорошее покрытие. И я бы желал, чтобы у нас по городу больше было таких покрытий. И приезжие люди будут в этом только с удовольствием ездить. Раньше она была, вот там вот проезжаешь, там вообще яма была, где вот сток воды. Но сейчас более-менее проезжаешь хорошо. Новое всегда новое. На улице Шевченко в любое время дня и ночи поток автомобилей не уменьшается. Нагрузка на дорожное покрытие серьезная. Я живу здесь с 97-го года и ремонта не наблюдалась ни разу за это время. Наконец-то выполнили капитальный ремонт дорожного покрытия. И кто-то из жителей близлежащих домов увидел в этом только негатив. Дорогу делали в ночное время и создавали шум. А кто-то мыслит прогрессивно и перспективно. Теперь я думаю, что на движение лучше будет. И нам как бы приятнее, что рядом с нами такая дорога ровненькая. Я живу на улице Шевченко. По поводу новой дороги, ну, сделан качественный асфальт. Ждем хорошие разметки, ну, чтобы уже было. Ну, и чтобы в дальнейшем ухаживали за дорогой. Сегодня начался долгожданный ремонт покрытия на улице Крымской в районе средней школы номер 5. Ямы станут неприятными воспоминаниями и еще для нескольких улиц. Неравнодушие – лучшее, что есть в людях. Это качество наряду со спортивными навыками воспитывает в детях спортивный инструктор Константин Аполовников. Площадок с современным покрытием в городе-курорте становится все больше. В период летних каникул они продолжают вести активную работу. Ребята приходят в футбол поиграть, потренироваться. Но за спортобъектом тоже нужен постоянный уход. Площадка по улице Терской, 184, не новая, но выглядит она ухоженной. Потому что ребята вместе со спортинструктором ее берегут. Более того, недавно провели субботник своими силами. В инициативе ребят при поддержке управления физкультурой и спорта было решено провести субботник, при котором обновилась разметка. Покрасили ворота, повесили щит нехватающий, покрасили некоторые секции, которые сильно проржавели, обновили скамейку. Предстоит еще, конечно, работа доделать, разметку обновить, ну и благоустройство территории по периметру, траву убрать. Приводить в порядок любимое место. Игры школьники вышли с энтузиазмом. Человек 15-10. Мы мальчики подметались, девочки красили. Тоже мальчики потом присоединялись сюда. Красить на ворота. В чистоте и красоте и заниматься приятнее. Обновленная площадка, да еще и своими руками, притягивает еще больше. Чем занять ребенка летом в городе? Сотрудники Анапской библиотеки приглашают к себе в гости. Каждое лето для юных читателей библиотеки города проводят развлекательно-познавательные программы. В этот раз на дворе детско-юношеской библиотеки устроили настоящие веселые старты, приобщая детей к спорту. Мы пришли в библиотеку. Мне понравилось, как мы связаны, прыгали платочком. Мне понравилось, как кидать в корзинку шарики и кубики. И вообще мне все понравилось. После спортивных мероприятий ребята интересовались различными книгами. Валерия Ташевская увлекается художественной гимнастикой, поэтому первым делом попросила именно книгу по любимому виду спорта. После мероприятия мы смотрели книжки про спорт, про гимнастику, про дзюдо. Спорт – это когда мы соревнуемся, когда занимаемся, учимся выполнять все задания правильно. Каникулы запомнятся детям в этом году знакомством не только с новыми друзьями, но и с интересными книгами и журналами. Анапский волейград принимает на своей площадке участников соревнований по пляжному волейболу. На «Золотом песке» Анапы проходят сразу два серьезных спортивных состязания – первенство Краснодарского края и финал первенства Южного федерального округа по пляжному волейболу. Соревнуются юноши и девушки 97-99 года рождения. Она парадушно принимает спортсменов из Адыгеи, Ростовской области и со всего Краснодарского края. В первенстве ЮФО – все призовые места у наших краевых команд. В этом сезоне команда нашего курорта, как обычно, на высоте. Особо отметить можно команды анапские, женских, девочек команды. Они у нас почти все в призовах. Одни из лидирующих мы в России на сегодняшний день по пляжному волейболу. «У нас четыре региона на сегодняшний день – Москва, Санкт-Петербург, мы и Ростов, которые лидеры в России на сегодняшний день». Именно юные анапчанки будут представлять край на первенстве России. «10-20 августа будет проходить первенство России, финальная часть в двух возрастах – до 16 лет и до 19 лет». Остается пожелать девушкам удачи и победы на всероссийском уровне. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». В среду 15 июля в Анапе малооблачно возможен дождь с грозой. Температура воздуха днем 22-27 градусов со знаком «плюс», ночью до 21 градуса тепла. Ветер западный – 5 метров в секунду. Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 23 градуса. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Партнер программы новости – анапское производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Чистый воздух и близость к песчаным пляжам – вот главное достоинство Кавказа. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ